Сегодня у нас очень важное заседание, которое посвящено в 80-летию Юлии Систер, нашего друга, давнего друга клуба, с которым мы связаны много лет. Юлия выступала, я думаю, наверное, в десятки заседаний нашего клуба. И, конечно, в первую очередь это было связано с серией книг, в которой Юлия непосредственно участвовала и продолжает участвовать. Эта серия начальник называл «Евреи в культуре русского зарубежья», а затем «Русское еврейство в зарубежье» и теперь уже «Русское еврейство в зарубежье» и «Израиль». Этими словами Леонид Юниверк открыл очередное заседание Иерусалимского клуба библиофилов. Затем прозвучали выступления и поздравления. Я думаю, что то, что делает Юлия, вполне заслуживает того, чтобы какой-то из наших университетов поставил эту тему. И в рамках этой темы подключил и студентов, и, да, с этим делением средств за счет науки. Кто-то должен этим помогать. Член Союза, нет, член Литобеденения Риховата Марк Гинсбург написал вот такое стихотворение «От стены до самых-то окраин, сквозь хамсины пыли суховей, славит Юлию израильтянин, физик, хил, русский и еврей». Юлия Систер рассказала о ключевых событиях своей жизни. «И хочу вспомнить, что военные тишины, что я вспомнила, действительно, день 28 июня, как по нашей улице шли красноармейцы, какой-то солдат остановился на улице Подольске, тогда она называлась, 40-й год, и красноармейец, ну, как-то обратил на меня внимание, взял меня и начал подбрасывать. Мне это очень понравилось. Я смеялась. Потом он отдал меня маме и сказал расти большой. Вот. Через год фактически началась война. Мы прятались в погребе. В наших краях были такие глубокие погреба, в которых хранились пищевые продукты. Но когда началась война, все люди прятались в этих погребах. Через какое-то время стало ясно, что война – это надолго и надо просто убегать. И мы добрались по Тирасполю. Оттуда очень долго мы могли выбраться. И постепенно мы выбрались. Мы через Таганрог ехали. Я вдруг увидела Азовское море. И потом постепенно, постепенно добрались до самого Сталинграда. И когда начались уже бои, нас переправили на противоположный берег. Переправляли под бомбежками. Не все переправленные добрались до берега. Но нам повезло. Мы проскочили и оказались на другом берегу. Получила распределение в лабораторию аналитической химии, института химии. Тогда это еще был Молдарский фириал Академии наук. А через пару лет это уже был. Создали Республиканскую Академию наук. В это время мой шип уже по Академии, он сначала был профессором, потом Академик Ляриков. Очень замечательный человек. И вот он приехал из Праги и сказал, что начинаем заниматься новым методом переменной токовой плюрографии. Это когда на постоянный ток накладывается переменная, и это дает большие преимущества. И он мне предложил заниматься переменной токовой плюрографией, когда выпустят приборы. Их еще не было. У меня настолько загорелось, что я сказала, что я прибор буду делать сама. Я научилась паять, работать на мосте переменного тока. Схема была, и я сама собрала переменной токовой плюрографии. Юбилей такого человека, как Юлия Систер – это переход на новую ступень творчества. Вот среди всех моих проектов менее известны вот такие последние проекты, как юбилейские мотивы в поэзии народов разных стран. Есть у нас статьи на эту тему, и есть у нас публикации в нескольких местах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok